Вот это дом, в котором я заселился Слушай, ну так хороший дом Это двор, сад, огород О, и двор большой Это хозяин дядя Лёня Дядя Лёня, поздравьтесь с папой Добрый день Ладно, молодец, что позвонил Отдохни там хорошо Ну хорошо, папуль Я тебя вечерком наберу Добро Лови краба Давай Слушай А ты молодец, что папе постоянно звонишь По статистике У родителей, которых звонят дети На двадцать процентов меньше инфарктов Но он мне не совсем папа Отчим О, сынок, привет Лови этого краба Здравствуйте, дядя Лёня Ну чего сразу дядя Называй меня папой У вас все вообще нормально Таксикоманить Это песня о том месте, где сердца все бьются втах Если вы не были в Одессе, значит, что-то тут не так Там море черное Встречает на берегу Там ждет меня уютный домик В который снова путь Держу домик у моря А ты че такой кислый? Да, Никита Он меня совсем как отца не воспринимает Я для него как дальний родственник Которому обращается только когда надо денег одолжить Ну, ты тоже не стремился получить звание Отец Года Ну, прояви инициативу сам А я вот тут набросал список совместных интересов Ага Знаешь, единственное, что нам обоим нравится, это грильяжные торты И то наверняка разных производителей Да мало ли у мужиков всяких глупых занятий для сближения Помахайте гантелями Разучите аккорды на гитаре Ну, в конце концов, удочками побалуйтесь Рыбалка Точно Сидишь себе молча с удочкой Так Вроде и не общаешься А сближение идет Привет Далеко собрался Разин, мама, за хлебом отправила Понятно, понятно Слушай, Никит Я тут, кстати, новые удочки купил А давай вместе махнем сегодня на рыбалку Ну, не знаю, давайте Ну, что ты мне выкаешь со временем Давно уже пора перейти на ты Не чужие ж люди Давай Как-нибудь в другой раз на рыбалку съездим Сейчас что-то не то пальто Настроения вообще нет Папа Ну, если Никита не хочет То мы с тобой вдвоем поедем, правильно? Поедем, сынок Поедем как-нибудь Обязательно Твою терепасовскую Хочешь, дура Ну, есть же мозги Чего не пользоваться-то? А ну-ка, поднимаемся быстро Мам, можно не быстро, а часа через два Зачем ты ходила к пластическому хирургу? А я не знаю Наверное, случайно какую-то бумажку в карман засунула Да? А твою фамилию сюда тоже случайно написали? Лиза, не делай маме нервы Ладно Я скажу Только пообещай мне не кричать Я решила Каждого улучшать Так, быстро говори Я что, каждое слово из тебя клешнями должна вытаскивать? Фу Ну Я решила увеличить кровь Что? Ты вообще знаешь, сколько это стоит? Да у них там одна титька стоит, как пола на марке А две титьки, как целые на марке Я договорилась, мне сделают в кредит Ты сдурела Даже не думай Мама, я достаточно взрослая Чтобы саму решать, о чем не думать и о чем нет И по статистике 80% мужчин От этого просто в восторге А зачем? Зачем тебе 80% мужчин? Я думала, ты ищешь одного, единственного, неповторимого Деточка, а ты в курсе, что после этого шрамы остаются? Да ничего не остается, сейчас сделают через подмышки Да хоть через пупок Тебе же потом этой грудью ребенка кормить Ну ничего Потом как-нибудь покормлю И вообще, что вы устроили в этот митинг? Все, не мешайте мне спать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Простите меня ради Бога Я вас хоть не зацепила? А, вообще-то сильно зацепила Сильно болит, где, где? Вот здесь, вот здесь стрелой ему расцепануло Фу ты, блин, напугал Ты молодец, с юмором Ладно, давай, помогу тебе встать А вообще, тебя не учили смотреть по сторонам Когда в дорогу переходишь А тебя не учили, что здесь с такой скоростью ездить нельзя Куда ты торопишься? Тут обычно нет пешеходов Здесь удобно отрабатывать повороты Я готовлюсь к сегодняшней гонке А, ты что, тоже стритрейсерша, да? А что значит тоже? Ну, я иногда люблю побаловаться кикдауном Слушай, ну круто Ну, тогда увидимся сегодня на заезде Ага, где? Ну как, сегодня вечером Будет заезд на промзоне Все об этом знают Да, я тоже знаю Ну, просто неудачно пошутил Знаешь, наверное, головой ударился Вот уже и шутки не смешные Ну, тогда до встречи А меня, кстати, Катя зовут Ник Слушай, могло быть и хуже Могла, например, решить стать мальчиком Эту дырюху покалечить себя хочет А тебе смешно Ты знаешь, какая она упертая Фиг меня послушает Жанночка Жанночка Ну что? Ты его утюг не включила? Да что же такое? Давай я Слушай Ну, пускай с ней кто-нибудь другой поговорит Точно Ты должен с ней поговорить Так, стоп, а что я? Пусть Леня Вот Леня ей доходчиво объяснит Нарисует пару схем Ну, для наглядности А кто ее родной отец? Ты или Леня? Доброе утро, день Никит Я же говорил Ты можешь называть меня папой Могу А как мне тогда папу называть? Ну Тоже папой Вот считай, что у тебя Два папы Ну ясно Ну это очень странно звучит Ладно Я в общем у вас Кое о чем попросить хотел Да Папа Конечно Все что угодно Сынок В общем тут такое дело Только вы мне можете помочь Дайте мне машину на пару часиков Мне очень надо Ни в коем случае Ну почему? Ну как же я тебе ее дам Если ты даже водить не умеешь Я не умею Да я все гоночные симуляторы на компе прошел Там все как в реале Я себе даже руль компьютерный купил Одно дело компьютер А другое настоящая дорога А если машину разобьешь? Заново игру не начнешь А я кормилица лишусь Ну честное слово не разобью Мне всего-то 20 метров проехать И возле девушки остановиться И все Даже для 20 метров Нужны умения Навыки Сынок Ты пойми Да какой вам сынок? Сы, вас даже ни о чем попросить нельзя Зря только время потерял Подожди Подожди Ну вот сдашь мне экзамен на вождение Пущу за руль Мам! Шо? Мам, смотри как я могу Какое за руль? Никите не то что машину Ему вообще Ничем рулить нельзя Мам, ну блин Ни блинкой Я запрещаю Жанна, Жанна Ну че ты? Вот уж единственная возможность С ним сблизиться Как единственная? Ну ты же собирался с ним на рыбалку А на рыбалку он не хочет Дядя Лень Так а поехали на рыбалку Ну а че вы зря удочки новые что ли купили? А Да разве что только удочки А Папа Плавков Знаешь сколько я накупил? Ну вот А ты говоришь не хочет На рыбалку езжать Ну Пап Я все таки знала Что мы на рыбалку поедем Слушай, сынок А давай мы с тобой поедем В следующий раз А сейчас я поеду С Никитой Без тебя Как это без меня? А я что плохо ловлю? Для одиннадцатилетнего мальчика неплохо Но иногда С рыбалки нужно приезжать с рыбой Так что сегодня я поеду с Никитой А я вам без меня не разрешаю Тем более ты мой папа Марк Для Никиты Я такой же папа Как и для тебя А у Никиты есть еще один папа Дополнительный Сынок Ну давай без обид Ну Побудь сегодня дома Побудь А А А апрельский номер Умня Помню Пап, ты что-то хотел? Лизу Ты только дослушай Ты знаешь, я Я с высоты прожитых лет Понял, что важен не размер достоинства А то, как ты эти достоинства носишь Папа А если эти достоинства почти не видно Убирай парней с хорошим зрением Пап, давай на чистоту Давай Ну вот тебе разве Ну вот тебе, разве самому не нравится, когда у женщины большая грудь? Нравится Да Но ведь большая грудь, это же не только магнит для женихов Это еще и тяжкая ноша Вот я помню К нам на истово приезжала одна тоже Грудастая На мотороллере И Да Жаловалась Говорит, устаю Говорит, тяжело Это ж как рюкзак с пивом Только снять нельзя Ну, красота требует жертв Вот Вот поэтому Нужно проверить Сможешь ли ты эти гири в блузке всю жизнь носить Ну, на учебных попробовать На каких? Ну, вот Например Вот Сделать тебе такого же размера Такого же веса Ты поносишь, прикинешь Надо оно тебе вообще или нет М? Давай попробуем Вот Вот Договорили Папа Журнальчик верни О Дядь Лень Нафига нам все это надо? А прямо в багажник складывать? У нас же в салоне места полно А ведь действительно Голова Буду смотреть Даже не моргая Не переживай Ну все Ни хвоста вам Ни чешуи Еще посмотрим Посмотрим, как вы без Марка на рыбалку съездите Эй Что за фигня? Так нечестно Ну все, дядь Лень, давай теперь я за руль Какой за руль? Ну как, покажу, как я умею водить И ты меня должен в машину на вечер А ты считал, что на рыбалку хочешь? А так это же я для мамы Чтобы она успокоилась Я ж подмигил А, я думал, ты по-дружески А я уж на рыбалку настроился А может, давай лучше махнем Бычков поудим Мы же договаривались О чем? Понятно Остановите машину, я выйду Ну, ну что ты так сразу? Ладно Только знай У меня все будет как положено Сначала теория Потом практику Хорошо, но если сдам То дадите мне машину на вечер Как договаривались Посмотрим Па, ты долго еще? Ты не терапия Или хочешь, чтобы из тебя На ходу перловка высыпалась Надо подобрать сбалансированный продуктовый набор Это не то О, а вот это по весу похоже Какого красавца Наполовину червя заловил Посмотрим, папочка Что тебе этот Никита Поймает Ну что, рыболовы Будем сегодня рыбу есть Или на трассу За гляшами идти В этом болоте Общая рыба есть Ничего не клюет А ты бы меньше в телефон смотрел А чаще на поплавок поглядывал У тебя же рыба Всю нажимку склевала Он брал бы, к примеру, смарк Как улов? Да, сегодня действительно улов плохой Всего два ведра поймал Я вам еще покажу Какого рыбака вы дома оставили Так О чем же тебя спросить? Начнем с самого Легкого Какой это знак? Треугольный А называется как? Осторожно, маньяки Ну давайте я уже за руль сяду Да Никита, как не прискорбно Это осознавать Но ты не знаешь элементарных азот Понятно Машину вы Мне не дадите, да? Ясно Жанет А? Ну? Пожелай нам удачи Пожелаю А зачем вам эта удача нужна? А? Ну я пошла Это что за фигня такая? Я тебя о чем просила? Успокойся Все под контролем Я и туда столько всякого напихал Тяжелого Пусть походит с этими мирями Гарантирую Полчасика и прискачет В позе шахматного коня Не дай бог Вот этот твой идиотский план не удастся Я и из тебя самого Шахматного коня сделаю Договорились Ты не видел сахар? Мам Тут такое дело У нас срочное собрание В клубе юных интеллектуалов А что за ахтунг У юных интеллектуалов? Ну это сложно Объяснить Непосвященному в науку А ты не слишком по-спортивному для науки? Мы просто будем запускать модель ракеты И надо будет же за ней бежать Чтоб увидеть, куда она упала Ну ладно, беги Космонавт Так, ну вроде основные знаки права тебе объяснил Но золотое свое правило не сказал Того, кто за рулем спешит Ждет франбищенский гранит А кто едет не спеша Тот спасет на эту шагу Ну зачем так все усложнять? Главное знать, где тормоз, а где газ Ну и опыта чуток Ну у тебя-то и опыта нет А родному сыну вы больше доверяете У него ноги еще до педали не достают А вы ему уже по рулить давали Ладно Все-таки какие-то кины ты обжанник взял Зачний гурак Ну давай, садись за руль Ой, девушка красавица Давай, давай, давай Ну давай, потихоньку Сначала сцепление А потом плавненько газ Плавно на газ И не отпускай Ну плавно говорю Ну ты же мне все клапана посрываешь Да, у аппарата Ну что там у нас? Как рыбалка Да, все отлично Клюет слабо Зато погода радует И вода как зеркало Красота и спокойствие Сцепление Вот только со связью, что там Пульты Да Да А как там Никита? Да Никита от рыбалки Вообще в восторге А? Ну что ж ты творишь, а? Ну я ж теперь не отпускай Это ты сейчас пошел Это я учу Никитку, как правильно Рыбу к берегу подтягивать Во Ну это уже лучше Молодец И ты тоже молодец Не буду мешать И хвоста вам там И тишуле Да иди ты В смысле к черту А? Пошла жара Получается? Получается 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 На дорогу смотри Молодец Растик, как клюет? Приснилось, что отвязался Да А кроме пива Вас здесь что-нибудь клевало? Еще как клевало Последний раз В прошлом году А сегодня? А сегодня рыба решила, что она на диете Да? Да Ну что Рыболовы Будем мы сегодня рыбу есть или На трассу На трассу За беляшами идти? Похоже, что придется идти за беляшами Вся рыба на глубину ушла Да Разочаровал ты меня, Марк Все-таки лучше было бы тебе дома посидеть Только зря Наживку переводишь А вот как-то раньше бывало Ловил тут на озере неподалеку А тогда рыбалка была Так рыбалка Там можно было под градусом удочки потерять И голыми руками рыбы наловить А что мешает сейчас туда пойти? Законодательство мешает Там это озеро кто-то выкупил И теперь там запретник И что, там вообще нельзя ловить? Ну, вопрос философский Ловить-то можно Но пока тебя самого не поймают А там вокруг озера каждый час охрана обход делает Значит, десять минут можно быстренько половить и уйти? Что ж ты за десять минут наловишь-то? У тебя что, электроводочка есть? Или динамит? Ладно Ни хвостам, ни чешуек О, спасибо, что напомню У меня ж вяленые бочки еще остались О, если вы так устали, позвольте я вас на руках поместить Спасибо А я думала, что она тут шурудит и грюкает Думала варье Да нет, это всего лишь я А ты что здесь делаешь? Ты же сказал, что ты поехал ракету запускать Ну это, как это сказать это? В ракете сели батарейки и ты домой за этим прибежал? Ну да, да Ну ладно, беги с Богом Только там поаккуратней, ракетой глаза никому не выбейте Да, да Права была твоя мама Так а чего вы мне каркали под руку? Так это я виноват Я вообще-то тебе не каркал А два часа толдычил об элементарных вещах А ты даже не запомнил где газ, а где тормоз Ну вот, пожалуйста, царапина Я тебе что рассказывал про золотое правило, а? Ты чем слушал вообще? Из-за тебя теперь два баллончика, первоклассный полиролик к коту под хвост? Да ладно, это же всего лишь царапина, это просто ерунда Ерунда В таком случае, тебе к машине вообще подходить нельзя С таким отношением к транспортному средству, ходи пешком Знаете что, дядя Лень, лучше уже пешком, чем с вами и вашим заносцем Как с вами вообще пассажиры могут ездить? Ты что мне вообще дернулась чем-то попросить? Жанночка, ты уже третий раз ее трешь Просто расслабься и все, все будет нормально Да она там, наверное, уже ненавидит всех пластических хирургов Ну все, пришли, может мне поставить? Ну, спасибо, что помог, можем созвониться вечерком, может быть, сходим куда-нибудь Ты слышал, что я тебе сейчас сказала? Ну, с тобой все понятно Ладно, пока Что? Тяжело такую красоту носить, да? Пришлось грузчика нанять Да Папуля Папуля, спасибо Спасибо тебе огромное за совет Если раньше я сомневалась, то теперь я абсолютно уверена Надо делать Что-то у меня рука зачесалась Ну, продернулся Все равно рано или поздно мне попадешься Я вспомнил! Мне же на столу Позарез Так-так-так Посмотри, Жора, как у нас помолодело рыбное браконьерство Добрый вечер, молодой человек Вижу, рыбалочка удалась, да? Смотри, электроудочка у него тут Летел ты парень по полной программе Подождите, я не браконьер Мне просто нужно немного рыбы, чтобы папа похвалил Знаем мы таких пап, детей подсылают ловить, чтобы ответственности избежать Ты вообще знаешь, что тут рыбалка запрещена? Где твои родители, малый? Там папа на соседнем ставке ловит Ты понял, папа там ловит А малого сюда подослал Ну давай, пошли к твоему папе веди Поехали! Иди! 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 Ну привет, самоубийца! Привет! А ты че не на колесах? Да, че-то тачка мне подвела Да, я решил, приду, посмотрю, как тут новички гоняют Ну тебя на свиданку придешь А что с машиной? Что-то серьезно? Да нет, ну просто иду по трассе полторы соточки Тут линенок выбегает, я тормоз, пол, полицейский разворот Пол? Ну? Руку убери Вообще на полицейский разворот ручным тормозом делают Похоже, ты круто ездишь, только по ушам Да ты че? Да я на своей тачке не такие финты делаю Слушай, я балабула одну переношу Докажешь ему, что я ошибаюсь, тогда, может быть, что-нибудь и получится Значит так, не понимаешь по-человечески, скажу по-другому Решила делать? Пожалуйста Но тогда сразу же ищи себе другое жилье, ясно? А так, офигеть Ладно Ты сама этого захотела Но я буду делать грудь и поверь Я очень быстро найду себе жениха, состоятельного, с роскошной квартирой И тебя не будет смущать, что твой жених любит не тебя, а твое фальшивое тело Пусть фальшивое, зато тело богини Богини тупости Зато мужики будут меня благотворить, будут с меня пылинки сдувать А это куда лучше, чем обсадить себя мужьями, детьми и тащить все на своем горбу, как какая-то неудачница Неудачница, значит Ясно Ясно И они мне уроками стали Не в обиде я, папа, за то, что за трещины мне прилетали Ведь за дело, ведь было за что И они мне уроками стали Я, в общем, вас кое о чем попросить хотел Папа Все что угодно Мы решали все сами Ты, конечно, меня не хвали Но молчал, не рассказывал маме Я люблю тебя за дела За поступки твои, за мужские И за нежно скупые слова По-особому дорогие Я люблю тебя за дела Пеньки вижу Четыре с половиной кирпича Вместо костра есть А вот папы нет Ну и где он? Слинял? Слышь, малой, может его и не было вообще, а? Может и не было Что? Костер тут больше недели никто не разжигал Слушай, мы тут с тобой не собираемся Играть вследствие ведут экстрасенсы Ты понял? Подождите Я сейчас точно узнаю, где он Так, вот они Что? Там же гонка сегодня Слушай, я так понимаю, батю его мы хрен догоним Что делать будем, а? Уйдется везти его домой Согласен Ладно, малый Сворачиваем удочки Пошли домой И не стыдно тебе стаканами глушить? Без мамы Кровол Кровол Ну и шо ты расклеилась, как китайский шлепанец Вот так вот Растишь их, себя не жалеешь В люди пытаешься вывезти Потом оказывается, что ты для них неудачница А давай-ка Теперь я с внучкой пообщаюсь Это бесполезно Ну почему? Когда-то ж я тебя отговорила в Турцию ехать номера убирать Ой, только ж помоги мне наверх забраться Поехали Поехали Действительно, я иногда немного перегибаю палку Давай Запрыгивай за руль и езжай свои двадцать метров Ну Ты везите меня просто домой, я сегодня свое уже отрулин Ну ты че? Я же извинился Вот можешь сейчас хоть ногами рулить, я тебе даже слова не скажу Ну, лучше бы, конечно, руками. Да я ж это не ради прикола. Хотя на девчонку впечатление произвести, а она ведется только на победителей гонок. Ну, значит, всех обгоним? Прикалывайся. Мы сегодня даже велосипедиста обогнать не могли. Спокойно. Лизочка, ну-ка, дай мне телефончик этой клинике. Шо-то я подумала и решила, шо тоже хочу себе бюст увеличить. В смысле? Ну, а шо, я уже свое отжила. Чего мне бояться? Можно на старости лет уже и жизнью рискануть ради красоты. Бабуль, ну какой риск? Это силиконовая грудь, это не бомба. Ну, не скажи. У меня в Израиле треть подруг от силикона покосила. Одна с вышки в бассейн прыгала, в полете оторвались, у другой в самолете лопнули. В смысле лопнули? Ну, от давления. Представляешь, шо тут началось? Взрыв, силикон, паника, самолет в пике. От каких-то двух ненатуральных сисек две сотни народу чуть не полегло. Это только цветочки. И что еще? Ну, что, еще одной возле микроволновки взорвались, а у другой во сне левая грудь на спину переползла. Представляешь, муж утром проснулся рядом с горбуном из Нотр-Дама. Не, а у остальных все нормально, так что вперед. Что-то я не знаю. Как-то оно все рискованно. Так с риском даже интересней. Представляешь, живешь и не знаешь, от какой дуба дашь, от левой или от правой. Это ж все время в тонусе. Что-то мне уже не очень хочется. Ты шо, хочешь лишить себя такой перспективы? Жить недолго, но ярко? Или ты хочешь, как твоя мать, всю жизнь всех на своем горбу таскать? Как неудачница. Мамочка. Мамочка, прости меня, пожалуйста. Ты не ты неудачница, это я. Меня такая заботливая мама, я это даже не ценю. Нет, Лизочка, ты права, я неудачница. У меня ничего нет. Но я такая счастливая. У меня такие хорошие дети. Мама, бабушку нашу нужно психиатру показать. Она, по-моему, чуть-чуть. Так это еще и экстремальная была? Ухаб, но ухаб. Вы не против, если я глаза закрою? Чтобы не было так страшно. Чтобы не было так стыдно. Мам! 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 Ну что, ты уже вернулся? Мам, меня тут, это, привели. Здрасте, громадяночка. Это ваш? Мой? Не поняла, вы кто такие? Что случилось? Ваша Болтус, лови у рыбы в запрещенном ставке. Да какую рыбу? Вы что? Наверное, ракета далеко улетела, так? В кустах искал? Угу, электроудочкой. Марк? Что за день сегодня, придурочный? Простите, ради бога, я не досмотрела за сыном. Простите. Да, да, конечно. Ради бога, простите. Хорошо, и вы в следующий раз присматриваете за ребенка? Да, 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 конечно. Простите, простите, простите. Это вообще, как понимать? Выключи эту свою шарманку, когда я с тобой разговариваю. Кто тебя учил врать? В нашем доме вообще никто не врет. То есть папе можно меня обманывать, а мне нет, да? Не поняла. Не поняла. Э, куда? Срежем. Срежем. Ну ладно, получилось. Получилось, получилось, получилось. Давай быстро перелезай до мое место, будешь чемпионом. А где все остальные? Остальные, остальные на подходе. Мы первые. Эй, че ж вы делаете? Я ж только вчера машину побыл. Дядя Лёнь. Папа, ты лучший. Дорога с ямами, это ж, это ж стихия каждого таксиста. Так лузеры. Они же еще даже на Исмаилу не ездили. Там дорога распрячена. А я смотрю, что за сумасшедший на таком сарае и первый пришел. Ну, так что? Где и когда? Ну, я же обещала. А, да? Слушай, ну, раз мы с тобой оба стритрейсера, тогда, может быть, забудем о тормозах? Ну. Вон они! А я говорила, что они пожалеют. Так вот, значит, какая у нас рыбалка. Да. Рыболовы хренов. Мам, мы просто тусуемся. С тобой у меня вообще отдельный разговор. Леня, быстро за руль. Простите. Увидимся. Я, конечно, все понимаю, Жанночка, но мне кажется, что за уши таскать было необязательно. Мы же все-таки победители. Обязательно. Мало того, что мне лапшу на уши навешал, так еще жизнецена опасностей подверг одного и второго. А при чем тут Марк? При том, бродил один по озерам с удочками. Папу искал. Вообще-то я пошел на наше место. Хотел с вами порыбачить, а вас там нет. Вот от кого, от кого, Леня. От тебя я не ожидала, что ты будешь врать. Ну, прости, Жанночка, но я обещаю целую неделю мыть посуду. Ох ты, не надо. Опять заходишь мне раковину песком, чтобы сэкономить на моющих. Да поехали домой, угонщик. Сынок, прости, что так вышло. Обещаю, завтра мы обязательно пойдем с тобой на рыбалку на лиман. Угу. Эта песня о том месте, где сердца все бьются в та. Если бы не были в Одессе, значит, что-то тут не так. Там море черное встречает на берегу. Там ждет меня уютный домик, в который снова подержу домик у моря. У моря, у моря. Субтитры сделал DimaTorzok